Здравствуйте! Сегодня мы подводим итоги работы за месяц. У нас накопилось много вопросов и Галина Дмитриевна нам опять на них ответит. Галина Дмитриевна, очень многие звонят и интересуются, когда и где проходит заседание Клуба органического земледелия. Семинары мы проводим ежемесячно, первая суббота любого месяца. В этом месяце у нас будет 7 июня. Кто желает прийти на этот семинар, пожалуйста, подходите к нашим продавцам или в магазин, или на центральный рынок, киоск номер 7 или 14, и вас пригласят. Вот именно те, кто желает прийти, мы даем приглашение или даем газеточку Клуба органического земледелия и приглашаем, потому что семинары у нас проходят в разных местах, где нам удается взять здание. Расскажите, пожалуйста, где можно приобрести плоскорезы? И какие разновидности плоскорезов бывают? Люди интересуются, они не могут найти. Ну, как раз мы рядом стоим с плоскорезами, и я могу рассказать, их немножечко снова напомнить, хотя у нас была передача подробная о плоскорезах. Но все равно мне всегда это интересно, и рассказываю с удовольствием это, какие же плоскорезы у нас бывают и какие разновидности. Это, в первую очередь, я хочу рассказать, что у нас есть плоскорез. Могучник. Это самый мощный, ну, будем говорить, для тяжелых почв. И это мы рекомендуем именно мужчинам, потому что все-таки он какой-то и тяжеловатый, такой мощный для обработки почвы, он прекрасный. Ну, как сказать, для мужчин. Вот лично я работаю им сама. Он мне нравится. То есть не только мужчины могут работать? Да, мне нравится он. Это был первый плоскорез, с которым я начала работать. И я не могу начать другими работать, потому что я привыкла к нему, мне очень нравится. И, будем говорить, обработка производится очень быстро и хорошо. Я делаю им быстро прополку. Сейчас мы подгортаем картофель, нагортаем. Тоже очень удобно и быстро. Удобно, да? Очень удобно. Работают здесь все стороны, абсолютно. И кто уже работал этим плоскорезом, в основном уже много покупателей у нас приобрели его, все очень довольны. Есть еще плоскорез номер 2. Так он и называется, номер 2. Почему? Потому что входит в комплект два плоскореза. Плоскорез большой и плоскорез малый. А, то есть это могучник, а это большой и малый, да? Да, это большой и малый. Вы можете одновременно, покупатель может приобрести вместе два, или можно отдельно. Мы сейчас даже раздельно их продаем. Этот плоскорез, будем говорить, для более рыхлых почв. Почему? Потому что, видите, у него лезвие не такое толстое, как у могучника. А этот плоскорезик, это чудо бесподобное. Это вот когда сходят семена. Вы знаете, растения очень маленькие. И работать как бы или могучником обрабатывать, ну, конечно, тяжело. Обрабатывать желательно лучше маленьким вот этим плоскорезом. Очень удобно, хорошо. И в основном у нас берут женщины его, нравится им он. И они с удовольствием, вот кто морковочку прорывает? В основном женщины, правда? Уже она взошла. Это тонкая работа. Это тонкая работа. Или свеклу. Вот они и берут эти плоскорезы. Они очень довольны этими плоскорезиками. Ну, а скажите, вот вы говорите, работают все стороны. А чем же его, натачивать же его как-то надо, правильно? Вот. Чем их натачивают? Ну, мужчины, конечно, натачивают, берут с собой брусочек такой и натачивают. Но сейчас у нас не надо брусочки. В основном у нас женщины плоскорезом работают, я вам сразу говорю. И приобретают женщины, да. Потому что основная работа у нас ложится все-таки на усадьбах, уже на женщин. У нас есть точилки, суперточилки называются. Прекрасно затачивают. Берете вот так, ложите плоскорез. Вот я могу даже показать. Точилочка у нас идет не только для наточки плоскорезов, но также ножей, ножниц, топоров и все, что обычно точится. И одним движением вот так раз и провели. Несколько раз провели, это несложно. И уже у нас плоскорез заточен. И продолжаете работать. В полевых условиях это очень удобно и практично. Вы знаете, я еще не рассказала за один плоскорез. Это крепыш. Его берут тоже женщины, которые уже после 60 возрастов. Все-таки им тяжело работать этим плоскорезом и мощными, да. А вот этот плоскорез-крепыш, он работает не хуже. Как бы этих номер 2 и Могучника. Очень удобный тоже и хороший. И одновременно он меньше тех, но он замещает тогда и маленький. Выполняет как бы работы, нагрузки большого и одновременно и маленького. То есть можно купить вот этот плоскорез-крепыш. Да. И не покупать тогда маленький и большой, да. Если у кого-то, допустим, в данный момент тяжело с финансами. Да, и он дешевле всех. А скажите, чем плоскорез все-таки лучше тяпка? Тяпка это уже привычное орудие труда. Все привыкли. Вы говорите, плоскорез лучше. Кроме того, что плоскорез выполняет 20 операций, я сейчас их даже не буду перечислять. Самое главное, что человек сохраняет свое здоровье. Нет нагрузки такой, как вы работаете тяпкой. Тяпкой вы сгибаетесь. Нагрузка идет на спину. Те, кто страдает обычно, знаете, после выходят, после, например, прополки, они бедные, еле доползают домой. Здесь нагрузки нет ни на спину. И нет нагрузки на нижние органы. Это немаловажно. Человек работает без усталости. Обрабатывая 10 соток, он уходит, как будто он соточку обработал. И работает он более, производительность выше и быстрее. Почему? Потому что он обрабатывает, например, 10 соток за 3-4 часа. Это не сказка, это правда. Те, кто работает плоскорезом, об этом не говорят. Алина Дмитриевна, поступает очень много вопросов. Как же бороться с калородским жуком? Чем с ним бороться? Какой препарат лучше? Ну, вот, например, купили зенит и спрашивают, можно им обрабатывать или нет. Я сейчас отвечу так, знаете, абстрактно, сразу за колорадского жука и за препараты. Почему? Потому что препаратов много. Ну, можно купить, как пойти на рынок, купить независимо. Вот я хочу купить любой, конфидор Макси. И можно ошибиться. Почему? Надо обычно, я говорю, есть лицензированные точки, где можно приобрести, независимо от названия, хороший препарат. Для этого и построен магазин, чтобы клиент был всегда уверен, что он приобретет хороший препарат, хорошего качества. Потому что, кроме того, что здесь у нас есть лицензия, у нас есть также сертификаты на каждый препарат. И гарантия в том, что обязательно препарат сработает. И вот вы задали вопрос, почему не зенитом, а есть препараты другие. Зенит – это перитроид. Это ушедший, прошлый препарат. Он работает от колорадского жука, но он работает контактно. Он убил жучка, и завтра, извините, жучки пришли другие и продолжают кушать. Или идет отрождение личинки. И когда отрождается личинка, он также, она продолжает кушать картофель. Поэтому желательно все-таки подойти к профессионалам, и мы вам порекомендуем, вернее, порекомендуем нашим огородникам, каким препаратам лучше сейчас обрабатывать. К нам поступают вопросы о капусте и свеклы. Листья в дырочках, а корешок у основания поврежден. Как с этим бороться? Сейчас прогрессирует бложка. Она прогрессирует на капусте, она также прогрессирует на свекле. И, конечно, листочки полностью идут все в дырочку. Как же бороться? Конечно, препаратами, которыми подходят вот этих насекомых. Это системные препараты. Потому что, обработав контактным препаратом, они не сработают. Только системные. Когда мы напитаем растения, сбрызнули, например, препаратом, и желательно препарат, вот вы приобрели, например, октару. Препарат желательно добавить на капусту, вымпел. Для чего? Это идет как прилипатель. И одновременно он снимет стресс у растения. И прекрасно растение напитается и будет защищать это растение, вот капусточку там или свеклу, ровно 21 день. И ваше, как бы, растение будет выглядеть прекрасно. Конечно, мы точечки не уберем. Многие огородники приходят и говорят, вы знаете, мы сбрызнули, а точечки остались. Точечки эти будут те, которые уже поражены. Но новых уже не будет образовываться. И свекла будет выглядеть достаточно лучше, чем в данный момент. Но скажите все-таки, а чем же, какие препараты применять для обработки капусты и свеклы? Вот как раз мы говорили о препарате зенит. И я вот снова покажу телезрителям. Он очень хорошо подходит на капусту от бложки. Но мы еще добавляем октару. И объединяем этих два препарата. Они очень хорошо совмещаются. И вымпел, как прилипатель. Чтоб не смывалось дождем. Или вместо зенита децис профи. Зенит и децис профи, и блесковка. Они убивают контактно. Сразу раз и убили насекомое. А уже, ну вы извините, придут насекомые. Снова через 3-4 дня. С другого огорода, как обычно. Кто-то не побрызгал. Или где-то рядом с лесопосадкой находится дача. И начинается снова. И что бежать снова дачнику и опрыскивать. Мы рекомендуем именно применить октару. Вместе. Это системный препарат. И тогда растение будет защищено 21 день. Значит получается, что нужно и зенит, и октару, и вымпел. Три препарата смешать и побрызгать. Получается баковая смесь, которая одновременно ест прилипатель. Снимает стресс. Это вымпел. И одновременно защищает от насекомых. Работает исключительно. Вот вы вначале задали вопрос не только от бложки. А то, что и стволик одновременно поражен в несу корневой системы. Это муравьи работают. Они высасывают сок. И поэтому одновременно будет защищен от муравьев. Ну и больной вопрос. Это огурцы. Посеяли вроде бы хорошие семена. Шестого или пятнадцатого мая. И семена не взошли. А семена покупали ранних огурцов. Что случилось? Ранний, написано на обратной стороне, это не значит, что его надо сеять рано, в апреле или в начале мая. Ранний огурец, это обозначает срок плодоношения. Обычно пишется ранний 40 дней. Это он начинает вступать в быстрое плодоношение через 40 дней. От дня сходов. А почему не всходят огурцы? Тот, кто посеял шестого, обычно у нас в нашем регионе принято шестого числа. Это день Георгия. И все идут, высевают огурцы. Они смотрят на погоду. Какая погода, холодная или почва. И они высевают. А вы знаете, огурец это теплолюбивое растение. И я об этом уже проводила передачу и говорила, что огурец самое теплолюбивое растение. И почва должна быть не ниже 18 градусов. Вот и ответ сразу я даю. Какой же огурец, какое семя прорастет в такой холодной почве? Огурцы не взошли. Они просто там сгнили. Чем позже посеют огурец, тем лучше и быстрее он прорастет. А кто посеял 15 числа, 15 мая, неравномерно всходят огурцы. Во-первых, еще погода была недостаточно теплая. И во-вторых, много насекомых в почве. Растения очень муравьи любят, когда прорастает росточек огурца, он издает очень приятный запах. И съедают насекомые его сразу. Ну, я рекомендую обычно огородникам, чтобы они не жаловались на семена, пусть раскопают земельечку и посмотрят, где же их семя. Найдут ли они его там или нет. И если еще у них есть возможность, то пусть пересеют. И все-таки главное, что надо обращать внимание на погоду. Когда мы высеваем огурец, хотя бы три дня, чтобы были теплые. Дневная и ночная температура. Чтобы огурец быстро пророс. Если будет выше 18 днем и ночью, он прорастает быстро. В течение трех-четырех дней. Сегодня мы ответили на все поступившие вопросы. Если у вас будут возникать еще вопросы, пожалуйста, звоните в студию, приходите в магазин, задавайте вопросы. И мы вам будем отвечать в следующей передаче. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...